Привет, ребята, опять, и сегодня не будет у нас разбора на укулеле, и сегодня будет разговорное видео о том, как же я писала свою дипломную работу и стала дипломированным специалистом. Да, я решила немножко переснять это видео, потому что я там начала болтать какую-то несусветную чушь, которую я не смогу смонтировать. На протяжении этого видео я буду давать какие-то советы, делиться своим опытом, поэтому, если кому интересно, кто уже писал диплом или будет писать еще в этом году, обязательно посмотрите это видео. Но все равно я продолжаю рассказывать про свой диплом. Ну, во-первых, нужно нам понять, что же такое диплом. По сути, что такое вообще диплом? Диплом это как вот реферат, только он более серьезный, его проверяет не один учитель, а прям целая комиссия, тебя вот судят и говорят, какой ты хороший или какой ты плохой, правильно ли ты написал по своей теме. Перед тем, как писать диплом, вы пишете курсовую, допустим, у меня было на третьем курсе, я писала курсовую, а потом уже на основе или ты берешь новую тему, пишешь диплом. Так случилось и со мной, на третьем курсе я писала на какую-то тему, вообще я не понимала, о чем я пишу, что я пишу. Когда мне сказали, что на четвертом курсе я буду писать диплом, я понимаю, так, я не вывезу ту тему, которую мне дали на третьем курсе, нужно взять какую-то новую. Мне тогда порекомендовали, говорит, Дарья, ты же занимаешься разборами на укулеле, почему бы тебе написать про укулеле? Я такая, да ну, бред, кому будет это интересно слушать про мою укулеле? Но в итоге, в начале года при выборе темы, это как говорю, вот я работаю в рукшколе, на тот момент я работала, я делаю разборы на укулеле для YouTube, и говорит, о, клево! Только мы это завуалировали красивыми словами, что нам никто не прикопался. И таким образом появилось название развития интереса у детей старшего школьного возраста в неурочное время посредством ИКТ. По другому мысли это тема, что подростки сидят в интернете, смотрят видосики на YouTube и при помощи как раз YouTube обучаются или находят новое увлечение. Когда узнали остальные люди, что я буду писать про укулеле, они такие, так, это интересно, никто до этого не писал. Поэтому получается такой совет, не бойтесь брать те темы, которые еще никто не писал. Очень важно выбрать ту тему, в которую вы более-менее шарите, или вам она хотя бы интересна. Потому что на протяжении всего учебного года вам будут говорить, давай, пиши диплом по своей теме, почему ты там не написал тот параграф, а вам просто неинтересно, или вы не хотите писать диплом, потому что у вас такая, блин, ущербная тема. И вы быстро перегорите. Мне было интересно писать, потому что эта тема мне близка, и мне было интересно узнавать новую информацию касаемо моего хобби, как бы все переплетено море и не тяно. И диплом пишу, и сама развиваюсь. Так может получиться, что ваши увлечения и хобби тесно связаны с вашей учебой, как было и у меня. Я училась на учителя музыки, также я веду свой ютуб-канал, разбираю укулеле. Как бы укулеле, музыка, игра, инструменты музыкальные, моя учеба, они все переплелись, и получилась моя тематика. Грубо говорить, я вот я-я-я-я, у каждого, кто пишет диплом, есть свой научный руководитель. По-другому это человек, который вам помогает, переправляет, как бы исправляет, что лучше сделать, что нет, советует. Поэтому ваш, как бы, товарищ по написанию этой работы. И так получилось, что я такая новомодная, крутая, пишу про укулеле, никто не знает, что это такое, что это за инструмент, как вообще это работает. В этом плане мне было, на самом деле, легче, потому что я больше вела. Так бывает, что когда тема уже сбита, и преподаватели, они ее уже знают, и ты такой зеленый, и говорят, мне нужно написать диплом. Естественно, ваш преподаватель будет вас вести. У меня произошло наоборот, что я знала свою тему, моя научная руководительница не знала эту тему, и мы как-то в гармонии вели эту работу, потому что она мне не мешает, и я ей тоже не мешаю писать. Поэтому ваш научный руководитель вам может помочь, как и было у меня. Мой склад писания очень краткий, потому что краткая сестра талантов, и всю мысль я могу написать в трех предложениях. А работу нужно растянуть на 60 страниц, и как раз моя руководительница помогала мне одну мысль, растянуть на две страницы, и все в плюсе. Также нужно учитывать тот факт, что сама по себе работа-то несложная, написать диплом. Там она состоит из двух частей, не знаю, как у остальных, но чаще всего диплом состоит из двух частей. Это теоретическая часть, да, вот там Википедию скопировали, ставили. Вторая часть это практическая, то есть на примере, что вы в итоге произнесли в эту работу, то есть ваш какой-то вклад. Вы не просто взяли какую-то информацию с интернета, да, а что-то произнесли свое. Моя вторая практическая часть, я писала вообще свой YouTube-канал, расписала все, что такое укулеле, и сделала сборник. Да, я сделала сборник по всем своим видео, которые я начала снимать аж года 4 назад, и это так забавно смотреть, как я развивалась на протяжении всего этого времени. Как я такая зелененькая играла на расстроенную укулеле, и что сейчас на данный момент. Но я не могу сказать, что я прям суперпрофессионалка, но, по крайней мере, я могу объяснить доступно, как что делать, как что играть. И в этом мой плюс. То есть я не человек, который играет, а человек-теоретик, который больше объясняет. Я сделала свой сборник по укулеле. Кстати, забавен тот факт, что этот сборник я сделала всего за день. Вот реально, я села с утра, и вечером он уже был готов. В дальнейшем этот сборник я переделаю, прям под свой канал, потому что там было много вещей, которые нужны для дипломки, а мне лично он не нужен. То есть, смотрите, опять же, я выбрала правильную тему и убила двух зайцев сразу. То есть у меня есть какой-то продукт, который я могу переделать и уже в своих личных целях использовать. И, наверное, один из главных советов, не бойтесь писать диплом. То есть все мемы, все прикольчики, типа, ой, писать диплом сложно. Нет, сложно его писать тогда, когда ты вообще не шаришь, а мы поняли, что лучше брать ту тему, которую мы более-менее как-то понимаем. В чем сложность написания диплома? Там не смотрит на то, что ты пишешь, там смотрит, как ты это все оформил. Мне пришлось перешивать этот диплом, потому что я где-то забыла запятую поставить, где-то я поставила неправильную точку. Чаще всего проблем-то как раз возникает с оформлением. То есть вам дают стандарт оформления, говорят, вот тут у вас отступ такой-то, здесь у вас по ширине, там по длине, тут точки можно ставить, тут нельзя. И, естественно, буду смотреть как раз на оформление. Обычно работа состоит около 60 страниц, ваш дипломный вот этот проект. У всех, конечно, диплом по-разному, потому что смотря какое направление, на кого вы учитесь, но я говорю за себя. У нас были нормы 60 страниц и по правильному оформлению. Потому что защита диплома происходит каким образом? Вы выходите, какие-то говорите тезисы по своему, то есть краткую мысль по всему своему проекту. И в это время комиссия листает ваш диплом. То есть они не вчитываются, они смотрят на ваше как раз оформление. Поэтому оформление это важно. Такой еще момент, что есть проверка на антиплагиат. У нас этого не было, потому что нам как-то просто повезло. Чаще всего действительно проверяют дипломы на подлинность. И то, что вы скопировали, ставили, это будет как бы, ну, из плагиателя. Поэтому как можно обойти такие вещи? Берете слово, находите его синоним, поставили, то есть мысль сохранили, поменяли другими словами, написали предложение, бац! То есть это вы уже сделали, это как вам лайфхак. Очень важно при написании диплома соблюдать свои цели и задачи. Также не стоит верить всевышние силы, что вам помогут написать диплом за два дня. Начинайте лучше писать заранее, потому что вы пока накидываете материал, понимаете, что, ага, что-то не подходит, что-то подходит, то есть вы больше вникаете в свою тему. Для чего это нужно? Потому что на защите, то есть вы рассказываете какие-то тезисы, если комиссии что-то непонятно, они могут спросить. То есть, а что это значит? А вы такие, эээ, я не знаю. Нужно быть в этом моменте подколотым. Примерно приугадать, какие вопросы могут возникнуть у комиссии. Так же было и со мной, что я такая, ага, они могут сказать, почему канал называется Даша Кирпич, как ты пришла к этому, чтобы учать на укулеле. Я уже все разные варианты вопросов продумывала у себя в голове, и по итогу, знаете, что мне задали? А если у тебя этот сборник как бы в электронном варианте? Я такая, да? А, ну ладно, все. Поэтому нужно заранее примерно продумать, какие вопросы могут возникнуть по вашей работе у других людей. Чтобы не возникло, вам задали, вы стоите, не понимаете. Я такие, ага, заказал! Поэтому, вот таким вот образом я написала дипломную работу свою, по своему каналу, по своему вовлечению. Да, естественно, я получила пять. В чем тогда еще возникла проблема? Мало того, что никто не слышал, и никто не понимал, что я делаю. То есть, никто не понимал, что у меня будет конечный продукт какой. Одна из вещей дипломной работы, то есть, у вас должно быть что-то по итогу. Не только вы там написали, расписали, а что-то вы имеете на руках. То есть, вы, может, какой-то эксперимент провели, да? Может быть, вы сделали какой-то сборник. Может быть, вы провели, не знаю, какую аналитику. То есть, какая-то была работа, конечный продукт. А не просто вы скопировали, ставили какую-то информацию. И люди не понимали, что я буду делать. Я говорю, вот, у меня будет сборник моих видеоуроков. Вот у меня есть плейлист видеоуроков. Вот мой продукт. И люди до сих пор, ну, как бы, не понимали, а каким образом его посмотреть, что посмотреть, как посмотреть. То есть, в этом были непонятки на начальном этапе. Не переживайте, что вам скажут, вот твоя тема, пиши, встретимся в конце июня. Нет, такого, скорее всего, у вас не будет, если вы не заочники. Я училась на очном отделении. Это значит, что у нас еще было в ноябре. Примерные смотрели наши наброски, наши дипломные работы. Потом смотрели в марте и уже в конце июня. То есть, есть какие-то этапы, которые смотрят, как у вас продвигается работа. И уже, конечно, вариант смотрят в конце июня. То есть, не думайте, что в конце июня у вас только будут смотреть. Нет. Вам будут говорить, что исправить, что добавить, куда лучше уйти, как лучше написать. Вот таким вот образом я написала свою дипломную работу по каналу. Если вам понравилось это видео, то поставьте свой лайк. Также напишите в комментариях, писали ли вы диплом, защищали ли вы диплом. Или будете. Если да, то какая у вас тема была и вообще на сколько вы защитили. Или да, расскажите, пожалуйста, как вообще все происходило касаемо вашей дипломной работы. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok